кайсин крипталютным предпринимателем крипт энтузиастом с вами ребят руслан рвана я рад вас приветствовать на нашем новом выпуске сегодня ребят мы с вами возвращаемся тематику языка программирования солидите как я вам и обещал и рассмотрим сегодня тоже такой интересная фича которая называется модифа с модификаторы вот после этого ребята хотел бы сразу сказать что следующий ролик я выпущу тоже про гитхаб буквально и один два ролика и после этого мы опять-таки вернемся сразу же новую даже не столько про детка уже сколько про гид вот и опять таки потом вернемся и будем рассматривать с вами язык программирования сулите вот предлагаю ребят сразу же приступать снимать ки сегодняшний видео для того чтобы видео все были сжаты вот чтобы они были болты более бодрый так сказать записать из кофе ком там чем угодно водичка ли чайком вот и ребят погнали окей ребят давайте приступим к спальски сегодняшнем видео как я сказал это модифа с или в простонародье как можно еще назвать это модификатор и но принято назвать модифа с что же ребят такое у нас модифа сети программирование сулите в первую очередь это концепция первую очередь и в том числе ну так можно знать важная фича который позволяет нам уменьшить написание кода повторяющихся которые ну как бы написание повторяющейся логике вот и в том числе мы можем это использовать и эта тематика очень связано еще немножко с предыдущим нашим видео который мы рассматривали с вами под языка программирования сулите это его хендер да то есть обработка ошибок на и мы там с вами познакомились в том числе с методами там require до или ассорт вот и рассмотрели потом еще и методы require нашем смарт-контракте вот то как раз таки с помощью тоже модифа с ребят мы можем не только грубо говоря очистить и сделать наш код более легким в так сказать в объеме кода и более читабельным но еще и грубо говоря таким образом помогать нашему обработке ошибок в том числе особенно то есть как бы самый такой популярный метод использования это например тоже ограничивать использование смарт-контракта только владельцем инициатором человеком который грубо говоря запустил этот смарт-контракт для того чтобы ребят это все было более понятное предлагает сразу же пристану вернуться к нашему смарт-контракту до который мы сами же пишем на протяжении последних не знаю сколько видео вот и здесь как вы помните у нас еда ребят вот есть смарт-контракт в прошлом видео мы с вами грубо говоря рассмотрели метод require до использовали его и кстати познакомились понятием функции конструктор использовали его для того чтобы ограничить доступ к выполнению функции либо же для того чтобы я вам показывал как мы можем грубо говоря да с вами ограничить инициацию вызов той или иной функции к адресу например там хозяина компании либо что у хозяина человека который запустил грубо говоря данный смарт-контракт вот здесь мы можем видеть это например такую строчку кода для того чтобы ребят было более понятно как мы можем использовать например modifier и то я например скажу так то есть по сути любом нашем смарт-контракте мы можем иметь ну так скажем бесконечное множество но там могут быть реально там десятки сотни ну короче нас настолько насколько позволяет вашу так сказать фантазия и воображение такое количество и разных функций у нас может быть нашим смарт-контракте и по сути например там большая часть функций обычно она там имеет ну например там какое-то ограничение если мы например будем с вами писать ну десятки например каких-то разных функций которые например будут в себе например там ну когда там нести логику того чтобы мы ограничиваем например там выполнение той или иной функции к конкретному адресу на то есть как здесь случае там инициировали с вами переменную адрес если вы помните да которые например подвязана под адрес ну так скажем типа сиева типа директора компании но по сути человека который инициировал запуск данный смарт-контракт да и если грубо говоря потом мы с вами проверяли да то есть для того чтобы например там вывести там удалить компанию там из нашего мэппинга да то для выполнения этой функции мы выполняли с вами проверочку на вот того чтобы месседжный центр у нас является адресом сию и представим ребят если у нас переда такое огромное количество будет таких функций здесь то есть мы как грубо говоря там можем еще конечно потом наколбасить разных функций но давайте вот чтобы спокойно посмотреть а то есть представим просто что у нас есть огромное то же количество функций которые имеют ту же самую логику на который будет иметь и возвращать нам ошибку что ты не сего вот поэтому ты не можешь выполнить данную функцию и здесь ребята как раз таки приходят на помощь нам наши modifiers то есть для того чтобы это дело лучше вам понять давайте вернемся во первых давайте скопируем с вами по традиции и создадим с вами все-таки в отдельном файле назовем это как тематику нашу сегодняшнего видео модифаер вот скопируем сюда вернем то есть логику все обратно то есть нашего привычного контракта просто для того чтобы я да то есть чтобы нас но были так скажем под рукой так как знать быстрый такой справочник разных моментов которым с вами изучали то есть предлагаю но когда в традициях нашего канала мы будем каждый день на тематику ну грубо говоря перекопировать код и дополнять его ну как бы новыми новыми фичами которые мы сейчас рассматриваем вот и сейчас уже вот новом файле да теперь ребят вот вернемся до к этой логике то есть как я сказал представим что у нас есть а нельзя даже там десятки разных функций которые ограничивают которые используют за метод реклам который ограничивает на выполнение данной функции от как допустим вот эта функция она ограничена выполнением только конкретному адресу вот и здесь ребят мы можем инициировать обычно модифаеры инициируется самом верху перед всеми функциями вот и здесь например легкой так скажем ключевым словом море файер после этого так скажем один из самых популярных модифаеров и так называется у него на модифаер который ограничивает как я сказал доступ к выполнению данного там выполнение вызову функции вот это так называемым он ли он норманды файер вот в языке премьер-финцесса видите и здесь мы уже непосредственно можем краски и иницирует логику которая мы хотели инициировать а то есть там реку арместа что центр управляется сири а ну и тут мы можем там теперь вернуть нашу ошибку ю она то сири ю это типа другого ряда 2 параметра 20 ребят текстовая ошибка которая у нас высвечивается уже в консоли посту как называем функции если на что-то пошло не так то эта функция вызывается и вторая строчка ребят очень важно это нижнее подчеркивание и . запятой грубо говоря вот эта строчка ребят она отвечает грубо говоря да то есть дает компилятору понять что если вот это условие утвердительно да то есть она правдива продолжить выполнение функции на то есть вот эта вот штучка это линия тут можно написать коммента типа продолжить то есть это как бы команда типа что да типа продолжаю выполнение функции продолжить выполнение функции и для того чтобы просто теперь легко интегрировать наш модифайр который мы с вами так что легко создали мы можно по сути теперь удалить во первых эту строчку кода и легко можем задать модифайр для этой функции после другая паблик мы теперь можно здесь просто легко это все вызвать наш модифайр он и он мы видим что наш код скопили рвался и теперь просто писать да то есть если у нас было бы таких вот 10 разных 20 разных 30 ну то есть по сути таких функций ограничивающих доступ до к выполнению танк там к месседж до центру может быть любного в высоко нагруженных таксием проектах их огромное количество по сути встречается и с помощью так сказать вот модифайр и мы можем ограничить во первых это тоже доступ выполнить эту логику во вторых мы делаем наш код более читабельным потому что даже теперь ребят если мы смотрим на наш код с первого взгляда мы можем понять тогда тебя даже не внедряясь даже в суть того что у нас уже написано в блок в копе непосредственно мы можем смотреть на эти так просматривать код и смотреть а это функционально owner да то есть это означает что она там ну то есть мы уже понимаем что тут нужно чтобы была привязка к месседж до центру вот ребята как ты так также сразу могу сделать тоже вывод что такое модифайр и еще раз то есть это по сути небольшие отрывки кода которым могут быть вызваны и выполнены перед выполнением основной функции да то есть перед тем как мы группы вызывается данная функция с этим параметром он и он у нас код возвращается сюда к созданию данного модифайра смотрит что за условие должно быть выполнено и эта строчка кода который говорит что если это условие выполнено продолжим выполнение все оставшиеся логики функции хук ребят как и так получилось я надеюсь очень жатый информативно при этом вот что так что если у вас есть какие-то вопросы пишите пожалуйста комменты дальше больше очень-то потому что по сулитина собиралась еще тем но реально я понимаю видосов 10 вот поэтому такие фичи тоже думаю будут вам полезны спасибо большое ребят что были со мной всем хорошего дня пока пока